Выжить во что бы то ни стало в любых условиях. В Тиберде на базе отдыха в Зоре Кавказа прошли шестые межрегиональные соревнования школы безопасности среди учащихся, организованные Главным управлением МЧС России по Крачево-Черкесии совместно с Министерством образования республики. В соревнованиях приняли участие 90 детей из республик Северного Кавказа. Мадина Каракетова подробнее. Уже в шестой раз школа безопасности собирает лучшие команды со всего Северного Кавказа. В этом году ее принимала сказочная Тиберда. Кто-то здесь впервые. Эмоции перешкаливают. Я не знаю, как объяснить. Столько зелени, столько красоты, такого воздуха. Мы хотели бы поблагодарить руководство вашей республики и организаторов данной игры за возможность, именно за то, что мы сегодня здесь, выразить благодарность. Ну и, конечно же, поздравить всех ребят и пожелать им успешных соревнований, чтобы победил сильнейший. Удачной игры пожелали командам и делегациям МЧС, Министерства образования Крачева-Черкесии, уполномоченные по правам ребенка. Заместитель министра образования и науки Республики Фатима Бекежева в своем выступлении подчеркнула, что школа безопасности очень важна, так как не только учит детей выживать в экстремальных условиях. Данный конкурс пропагандирует социальную значимость вот таких экстренных служб. Большую роль формирует патриотическое воспитание у нашей молодежи, профориентационная работа и формирование здорового образа. Мероприятие было разделено на четыре этапа, на каждом из которых участники могли показать, что умеют, если вдруг понадобится их помощь, или они сами окажутся в экстремальной ситуации. Соревнования очень востребованы в связи с тем, что на таких мероприятиях ребята учатся оказывать помощь в экстремальных ситуациях, помогать в трудных чрезвычайных ситуациях, учатся здоровому образу жизни, помогают друг другу в понимании окружающей среды, в понимании общения молодого поколения друг с другом. Безопасность в современном мире очень важна, особенно для детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Наталья Бондаренко. Одним из важных векторов является безопасность, поэтому тот опыт, который дети здесь получат, он действительно может быть применен в реальной жизни. В течение четырех дней участники школы безопасности показывали навыки выживания и оказания помощи, вязали узлы, преодолевали разные препятствия, переправлялись через реку, разжигали костры без спичек и дров, покоряли скалы, ориентировались в незнакомом лесу, тушили пожары, спасали людей из огня, воды, демонстрировали силовые приемы, учились работать в команде. Организаторы отметили, что это бесценный опыт для подростков и выразили надежду, что он им в жизни все же не пригодится.